Дагестанцы Дагестанцами, чеченцы с чеченцами, русские с русскими Зачем? Не надо, да? Да, думаю, нет Пускай все вместе служат, да? Ну, пускай вместе, а чё им мешает вместе служить, как раньше? Да Нужно разделять их, да? Да Шадовщина в любом случае будет Просто между кланами, скорее всего Вот, так что Я думаю, что не нужно Пускай все вместе, да, служат? Да И вот второй вопрос Когда я служил, да, нужно было, а сейчас не знаю Сейчас еще хуже стало, чем в СССР Я не знаю, потому что я служил в 90-х годах, а сейчас в 2017-е Тут большая разница Для меня это сложный вопрос, никогда не служила в армии Но, не знаю, мне кажется, нет Единая страна, разные национальности, привыкайте Да Да, да, да А как же дружба народов? А как же дружба народов? Нет, это правда, но Просто это, чтобы не было просто дедовщины То есть вот, только из-за этого Как бы я понимаю, да, я не Не расист, но как бы я все равно Это будет лучше, чем вместе, вот Я не эксперт в этих вопросах Поэтому Нужно соединять больше людей Искать какие-то точки соприкосновения Потому что, ну, в Советском Союзе как раз этим и занимались Не было разлада никакого То есть вот национальности дружили Мне кажется, вот это нужно перенять оттуда Вот этот опыт Поднять То есть нужно воспитывать так, чтобы они все дружили Не то, чтобы воспитывать Приезжали же, может быть, уже взрослые люди Тогда Просто у нас сейчас какой-то вот такой вот Неплодородная почва для дружбы Можно так сказать Ну, как считаете, в армии нужно разделять по национальности людей Чтобы не было дедовщины на почве вот национализма? Да, мне кажется, это не зависит от национальности Ну, скорее всего, надо просто, чтобы люди служили там, где они живут В своем регионе Тогда все будет проще Не мешать их, да, между собой? Да, да, ну, если это не спец какие-то войска Но я там думаю, что там дедовщины нету Это очень, как бы, узкая специализация Там жестко все Дедовщина, она будет независима от национальности А разделение по национальностям Приведет к замечательным явлениям В стиле драки рота на роту Сейчас уже такое есть Будет еще лучше То есть все равно нужно вместе, чтобы, да, служили все? Живем вместе Служат пусть вместе Как бы дедовщина, она не от национальности происходит Не, это понятно Ну, вот нужно разделять их Или пускай вместе служат Чтобы за ними командиры наблюдали, занимались ими? Командиры наблюдать и заниматься должны в любом случае Ну, не знаю, на самом деле Ни к чему не приведет такое разделение Ну, в армии я не был, поэтому я не знаю, что там происходит И что-то в ответах сказать не могу Ну, вот, например, там с Кавказа людей нужно сюда посылать служить? В Ленобласть? И наоборот, вот из Ленобласти на Кавказ? Честно, я не знаю, я как служивший считаю, что служить лучше поближе к Думу, опять же, независимо от национальности Ну, не знаю, в Советском Союзе это как-то работало Что когда всех посылали, тут, когда за этим по факту никто не следит, ну а толку куда-то посылать? Ну, я думаю, да, для того, чтобы взаимодействие шло между людьми, между народами, чтобы складывались отношения То есть нужно все равно их вместе, да, собирать? Ну, да Вот скажите, как вы считаете, в России армия служит власти или народу? По законодательству народу, но так по факту-то власти Ну, конечно Наверное, власть Ни тем, ни тем А кому? Армия сейчас вообще такое понятие, честно сказать Там люди туда приходят на год, неизвестно зачем, но если контрактники, то, наверное, на государство, может быть, а так в остальном, не знаю, честно Я считаю, что должна служить народу По факту власти, да? По факту половина на половину Потому что руководство в армии, там, прапорщики, капитаны, они в основном делают что-то в угоду себе, а не для армии Ну, используют свое служебное положение, скажем так Свои цели Да Ну, пока нет войны, она служит народу Когда будет война, служит власти Ну, наверное, власти Тоже А должна кому? К тому и тому К кому Иногда в этих случаях, в каких-то случаях, к тому, в каких-то так То есть, ну, больше все равно они, как бы, больше к власти идут Ну, вот, понятно, за деньги, вот Все, нет слов Наверное, все-таки больше в интересах власти А должно как? Должно как быть? Ну, конечно, это должно быть для народа, и вообще власть должна быть для народа, а не для себя Россия армия служит государству Любая армия служит государству, а вот кому служит государство, я думаю, что власти Не могу ответить на этот вопрос А должно как быть? Должно вообще, вот армия в государстве служить должна народу или властям? И народу, и властью, и тем и другим Думаю, Путину А должна? А должна народу Я думаю, что власти все-таки А должно как быть? Ну, это второй вопрос уже Ну, вот ваше мнение, правильно то, что... Ну, тут уже зависит от того, кому служит власть